Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Итоговое повторение задания 135. Упростите выражение и найдите его значение. В пункте А корень из m разделить на корень из m плюс 4 плюс 4 корня из m разделить на m минус 16. m равно 16 девятых. Так, упростим выражение. Первую дробь мы запишем без изменения. Корень из m плюс 4. А вот знаменатель второй дроби мы преобразуем. Знаменатель m минус 16. Если представить себе, что это разность квадратов двух чисел, то ее можно расписать как произведение суммы этих чисел на их разность. Тогда первое число это будет корень из m и плюс 4, второе число 4. и разность корень из m минус 4. Теперь мы можем привести все к общему знаменателю. Общий знаменатель будет корень из m плюс 4 умножить на корень из m минус 4. Дополнительный множитель к первой дроби корень из m минус 4. Тогда умножим, получим корень из m на корень из m это m и минус 4 корня из m и плюс 4 корня из m от второй дроби. Сократим, получим числители m, а в знаменателе получим разность квадратов m минус 16. Вот теперь мы можем приступить к вычислению. m это 16 девятых, значит 16. Мы можем оставить числитель 9, опустить в знаменатель. m 16 девятых минус 16. Так, здесь мы тогда 16 девятых запишем без изменения. Если приведем к общему знаменателю, то общий знаменатель можно принести в числитель. А из числителя, вернее в знаменателю можно вынести 16 за скобку. Тогда останется от первого слагаемого единица, от второго 16 на 9 останется 9. И это будет равно 16 сократиться 9 сократиться. И это будет равно минус 1 восьмая. Пункт В. В пункте В нужно вычислить корень из n, разделить на корень из n минус 5, минус 5 корней из n и разделить на n минус 25. При n, равном 25 четвертых. Преобразуем выражение. Корень из n разделить на корень из n минус 5, минус 5 корней из n. А знаменатель мы распишем как разность квадратов. Тогда это будет равно сумме двух чисел корень из n и 5 и на разность двух чисел корень из n минус 5. Это будет равно. К общему знаменателю приведем общий знаменатель корень из n плюс 5 на корень из n минус 5. Дополнительный множитель корень из n плюс 5 умножим. Получим n плюс 5 корней из n и минус 5 корней из n от второй дроби. Сократим. Получим n разделить на n минус 25. Это будет равно. n это 25 четвертых. 25. Четверку опустим в знаменатель. 25 четвертых минус 25. Так, 25 четвертых. В знаменателе можем перенести в числитель и вынести 25 как общий множитель. Тогда от первого слагаемого останется единица, а от второго слагаемого останется четверка. И это будет равно 4, 4 сократим, 25 сократим, 25 сократим. Получим единицу разделить на минус 3 или минус 1 третье. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.